Этим домам уже полвека. За годы стены потрескались, все конструкции обветшали, кровли дали течи. Местные жители рассказывают, здания уже давно нуждались в ремонте. Плохо, что вы не видели его до этого. Вы сейчас видите, когда уже сделали такой ремонт, потому что козыреки, крыша текла. Мы что-то могли, своими руками делали. Крышу запенивали, дырки где, чтобы она не бежала. Ремонтные работы здесь проводились с июня по сентябрь. Собственники квартир принимали активное участие в процессе, выбирали цвет крыш и фасадов. Хотя и не сразу поверили в то, что их дома приведут в порядок. Люди даже говорили так, что вот вы только начните, и мы пойдем оплачивать этот капремонт. Капитальные ремонты проводятся за счет личных взносов собственников. Но, как оказалось, к расходам на чистоту теплой комфорт готовы далеко не все. В Крыму квитанции оплачивает только половина жителей многоэтажек. Люди, к сожалению, у нас недостаточно ответственно относятся к вопросам капремонта. Они не понимают, что от того, в каком состоянии находится их дом, зависит их безопасность и комфортность проживания в этом доме. В Белогорске уже отремонтировано шесть жилых домов. Рабочие утеплили стены и поменяли электропроводку. Еще десятки ждут своей очереди. На каждый дом порядка двух миллионов рублей – это крыша и фасад. То есть общая цифра получается порядка 12 миллионов рублей. Буквально за несколько месяцев эти с виду полуразрушенные здания превратились в яркие ухоженные дома. Жители обещают, что теперь будут поддерживать их только в таком состоянии. Фатимия Сейдаметова, Алишер Алимов, телеканал Милет.